По морге хама, он оказался евреем, и ты не знаешь, что я не люблю евреев, я не люблю хамов. Один олигарх разорился, и с женой разговаривает, это старая шутка, ты же меня будешь любить? Она говорит, буду очень любить и очень скучать. Но я не должен, что по мне так будут долго скучать. Почему евреев во всем мире так не любят? Я не стоял перед собой этого вопроса, ну-ка, кого не любят? Евреи склонны про это спрашивать. 15 знаменитых людей России с еврейскими корнями. В это трудно поверить. Подпишись на канал, жми на колокольчик, ведь мы приготовили много интересного для тебя. Евреев не зря считают умным и прагматичным народом. Евреи неугомонны, жизнедеятельны и естественно добиваются высоких результатов не только в науке, но и в политике. Сегодня представители этого народа все чаще появляются во главе разных стран. Россия не стала исключением. Валерия Новодворская, основательница партии Демократический союз и западный выбор Валерия Новодворская, евреем был папа. Хоть политик и считала себя русской, о евреях она говорила всегда с восторгом. Евреи действительно избранный народ. Возможно, это единственный народ из столь древних народов, который никогда никому не причинял зла. Владимир Жириновский, один из самых скандальных политиков, часто позволяет себе нехорошее высказывание к этой нации, несмотря на то, что его отец был евреем. Поэтому многие еврейские общины крайне неодобрительно относятся к Жириновскому. Ксения Собчак. Мама несостоявшегося президента Ксении Собчак никогда не скрывала еврейские корни. Сама Ксения всегда положительно высказывается о еврействе. Я горжусь своей принадлежностью к этой великой нации. Гарри Каспаров. Гарри Каспаров, наполовину армянин, наполовину еврей. Великий шахматист, а ныне политический деятель при рождении носил фамилию Вайнштейн. Михаил Фродков. Бывший премьер-министр России еврей. Когда говорят о еврействе Гройсмана и Зеленского, не стоит забывать, что первый еврей, крупный политик был премьер Михаил Фродков. Фродков хорошо относится к иудаизму и всячески поддерживает еврейские общины. Леонид Гозман. Гозман, мама и папа никогда не скрывали, что они евреи. Президент движения «Союз правых сил» еще в 90-е сдружился с Анатолием Чубайсом и Егором Гайдаем, которые и помогли ему подняться по карьерной лестнице. Гозман не придерживается еврейских традиций и не посещает синагогу. Но, по словам политика, ощущает себя стопроцентным евреем. Анатолий Чубайс. Мама Анатолия Чубайса, Раиса Ефимовна Сигал, привела сыну любовь к еврейскому народу. Политик никогда не дает интервью о своей личной жизни, поэтому нет никаких сведений о его отношении к еврейским традициям и религии. Владислав Сурков. Владислав Сурков, близкий товарищ Кадырова и помощник Путина, оказался истинным евреем. Его отец был чеченцем, а мать еврейкой. Говорят, сегодня Сурков является главным куратором и благодетелем Донбасса. Александр Хинштейн, скандально известный журналист и зампредкомитета Госдумы по противодействию коррупции, родился в скромной еврейской семье инженеров. Однажды признался, что, конечно же, сталкивался с бытовым антисемитизмом, но все равно не считает национальность преградой на пути к чему-то. В синагоге Хинштейн бывает часто, однако считает себя нерелигиозным человеком. Сергей Кириенко. Самый молодой в истории РФ глава правительства Сергей Кириенко родился в семье талантливого ученого Владелена Яковлевича и Ларисы Кириенко. О своей национальности и религии политик никогда ничего не говорит, однако известно, что когда-то у него было гражданство Израиля. Правда, после некоторых скандалов, говорят, он отказался от израильского подданства. Борис Березовский. Мнение, что в России еврей не сможет стать президентом, глубоко ошибочно, так считал Борис Березовский. Политик утверждал, что из-за еврейского происхождения его не приняли в МГУ, но ему все равно удалось надолго закрепиться на политической арене. По некоторым сведениям, именно он продвинул Путина в власти. Однако еврейская община неоднозначно относились к политику из-за скандалов, связанных с ним. Борис Немцов. Мать основателя фракции Союз правых сил. Дина Яковлевна Эйдман воспитала сына в любви к еврейскому народу. Немцов был успешным политиком 90-х. Егор Гайдар. Мама и папа евреи. Однако политик очень противился своему происхождению и даже просил убрать его имя из российской еврейской энциклопедии. Михаил Ходорковский. Этот политик своего еврейства не скрывает, однако от еврейской религии открещивается. В 90-е Ходорковский занимал ключевой пост в Министерстве энергетики. Григорий Явлинский. Известный российский политик, у него мама еврейка. Явлинский всегда откровенно говорит о своих корнях, при том, что происхождение политика не единожды использовали против него. Леонид Агутин. Советский и российский певец, поэт-песенник, композитор, заслуженный артист РФ. Родился в Москве, в еврейской семье музыканта и турменеджера Николая Петровича и учительницы начальных классов Людмилы Леонидовны. Анжелика Варум, настоящее имя Марии Юрьевна Варум, родилась во Львове в семье композитора и театрального режиссера. Жасмин, российская поп-певица, актриса, модель-телеведущая. Заслуженная артистка Республики Дагестан. Родилась в семье горных евреев. Прабабушка проживает в Израиле. Лолита Марковна Милявская. Лолита Марковна Горелик. Российская эстрадная певица, актриса, телеведущая и режиссер. Мама певица, работала в джаз-бенде. Отец работал вместе с мамой конферансье, дирижировал оркестром. Во время гастролей родителей, маленькая Лолита воспитывалась у бабушки. В 1972 году родители развелись. В 1974-м отец эмигрировал за границу в Израиль. Алла Пугачева, настоящая фамилия, Бендиццкая. Настоящий отец Аллы Пугачевой чистый еврей. Но так случилось, что знаменитую певицу воспитывал и вырастил ее отчим Борис Пугачев. Она его всегда считала как родного отца, поэтому отчество и фамилия у нее Бориса Пугачева. Лариса Александровна Долина, Лариса Александровна Кудельман, советская и российская эстрадная и джазовая певица, актриса. Народная артистка РФ, родилась в Баку в еврейской семье строителя Александра Марковича Кудельмана и машинистки Галины Израилевны Кудельман, урожденной Долиной. В трехлетнем возрасте переехала с родителями в Одессу, родной город родителей. Олег Михайлович Газманов, советский и российский эстрадный певец, композитор и поэт, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист РФ, кандидат технических наук. Отец, майор Михаил Семенович Газманов, был профессиональным военным, по национальности татарин. Мать, Зинаида Абрамовна, врачом-кардиологом в военном госпитале, по национальности еврейка. Леонидов Максим Леонидович, родился в семье актеров Ленинградского академического театра комедии, заслуженных артистов РСФСР Людмилы Александровны Люлько и одного из зачинателей знаменитых капустников Леонида Ефимовича Леонидова, настоящая фамилия Шапира. Известный российский певец прожил в Израиле шесть лет, записал два музыкальных альбома, на иврите и русском языках, сыграл в мюзикле, снялся в кино. А потом вернулся в родной Питер, записал свой кит про девочку-видение. Сейчас Максим живет в России, но продолжает любить Израиль. Марина Арнольдовна Хлебникова, советская и российская эстрадная певица и телеведущая. Хлебникову пригласили в еврейский театр «Шалом», как вы считаете, почему именно вас пригласили играть в этом спектакле? Причиной были, конечно, корни. Михаил Борисович Турецкий. Российский певец и дирижер. Основатель, художественный руководитель и арт-директор арт-группы хор Турецкого и Сопрано-10. Народный артист РФ. Родился в еврейской семье выходцев из Белоруссии. Отец, Борис Борисович Эпштейн. Носит фамилию матери, так как все родственники с ее стороны погибли во время Холокоста и на русскую похожи к тому же. Максим Александрович Галкин. По папиной линии у нас в семье были Ларины. По маминой – одесские евреи. Валерий Миладович Сюткин. Российский певец и музыкант. Мама родилась в Москве на самотеке. Ее девичьи фамилия Бржииская, она польских и одесских кровей. Если не сказать прямее, смеется. Так что я нормальный польский одессит. У меня есть еврейские корни. Михаил Захарович Шуфутинский. Российский эстрадный певец, пианист и композитор. Заслуженный артист РФ. Родился в еврейской семье ветерана войны и врача. Елена Воробей. Настоящее имя Елена Яковлевна Лебенбаум. Российская эстрадная актриса. Заслуженная артистка РФ. Родилась в еврейской семье Янкеля Мовшевича Лебенбаума и его жены Нины Львовны. Клара Новикова. Родилась в Киеве. В семье фронтовика, директора обувного магазина на Подоле, Бориса Зиновьевича Герцейора. Еврейка Клара Новикова безраздельно господствует среди женщин в королевстве разговорного жанра России. Русская фамилия досталась от первого мужа музыканта. Укупник Аркадий. Родился 18 февраля 1953 года. Каменец Подольский Хмельницкой области. Композитор, поп-певец, продюсер группы Кармен, директор студии Галла и Алла. Я родился на Украине. Там я познал, что такое быть евреем. Уже взрослым приехав в Москву, я сразу отметил, что здесь нет такого жесткого отношения к евреям, как на Украине. С тех пор я многого добился в жизни, да и в стране многое изменилось. Владимир Натанович Винокур. Советский и российский юморист, певец и телеведущий. Заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР. Родился в еврейской семье строителя Натана Львовича Винокура. Владимир Познер. Родился в Париже, в семье еврея Владимира Александровича Познера, эмигрировавшего из России во Францию в 1922 году, и француженке Жеральдин Лютин. Был назван Владимиром в честь отца и крещен в соборе Парижской Богоматери по католическому обряду. Российский и французский писатель Владимир Соломонович Познер является двоюродным дядей Владимира Познера. Соловьев Владимир Рудольфович. Родился 20 октября 1963 года в Москве. Отец, Рудольф Наумович Соловьев, преподаватель политической экономии, чемпион Москвы по боксу. Мать, Инна Соломонова-Соловьева, работала искусствоведом в музее «Бородинская битва». Родители познакомились, будучи студентами Московского педагогического института. Разошлись, когда Владимиру было 4 года, но продолжали поддерживать дружеские отношения. Подпишись на канал, жми на колокольчик, ведь мы приготовили много интересного для тебя.